Школьники еще раз проверяют паспорта и пересчитывают ручки. Уже через несколько минут они будут писать свой первый итоговый экзамен. Сегодня около 28-й школы Владивостока собрались те, кто сдает информатику и географию. Паспорт в развернутом виде. Паспорт в развернутом виде. Испытания у школьников начинаются еще до вскрытия пакетов с заданиями. А вначале ребятам нужно попасть в кабинет. Для этого они должны пройти металлоискатель и подстроиться под некоторые новшества. Например, паспорта предъявить без обложек, а с бутылок с водой снять этикетки. Все сделано для того, чтобы у экзаменуемых не было возможности пронести в аудиторию шпаргалки. С собой можно приносить только воду и шоколад разрешили сейчас. Вот вода стоит у них прямо на парте, а фольгу снимают, шоколад в стороне лежит. Все, больше ничего нельзя. Ручка, естественно, еще все. Все остальное дают им здесь. Всех желающих сдать экзамен по информатике и географии разместили в трех школах Владивостока. Причем больше оказалось тех, кто выбрал информационные технологии. Только в 28-й школе их свыше 130 человек. В то время как географию в этом же учреждении сдают чуть больше 30 учеников. Для размещения экзаменуемых потребовалось 16 аудиторий. По правилам в каждой максимум может находиться 15 школьников. У меня есть примета, если я утром высыпаюсь, то я хорошо пишу обычно. Сегодня выспались? Да, я старался. Я просто готовился, все, рассчитываю на свои силы. А как долго готовились? Ну, не знаю, с самого начала года. Минимум я сдам. А так я не знаю, как повезет. Волнуюсь очень сильно. По сравнению с прошлым годом в организации проведения ЕГЭ никаких принципиальных отличий нет. Все так же по школам включают так называемые глушилки, которые блокируют доступ в интернет. А происходящее в аудиториях записывается на камеру. В каждой аудитории по две камеры. Изображения с них транслируются в специально отведенное здание в центре Владивостока. Именно там отсматривают съемки со всех пунктов проведения ЕГЭ. Помимо этого, проведение ЕГЭ в прямом эфире отсматривают аккредитованные добровольцы. Причем как на региональном, так и на федеральном уровнях. Параллельно с этим в каждом пункте приема экзамена дежурят группы общественных наблюдателей. Допустим, на Кавказе начали сдавать русский язык на 100 баллов. При этом люди, не зная русского языка, не могли на нем разговаривать. Это была изначальная проблема, из-за которой создался корпус. Но сейчас мы стараемся не столько следить за детьми, да. Мы стараемся следить за организацией и мероприятиями. Результаты ЕГЭ по информатике и географии школьники узнают не позднее 9 июня. Тем временем, уже 31 мая состоится следующий экзамен по математике базового уровня. А завершится период сдачи ЕГЭ 19 июня экзаменами по химии и истории. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова